Великая битва с НАТО уже близко. Июль 2024 года. Российская империя под управлением Жириновского в Херцу Фейрон 4 с новым модом. На немного альтернативную реальность. Расширение земель мы реализовали, реформировали внутренние дела. И теперь нам остается довести до конца реформу армии. При том, как можно быстрее, а то у нас сейчас военно-обязанное население уходит в ноль. Связано это с тысячу знамен, минус полтора процента военно-обязанного населения. И добраться до новой российской армии. Потом мы также займемся экономикой. И уже дальше нам останется только время пришло. И перейти Рубикон. После этого фокус начнется конфликт с Украиной. Но не обольщайтесь, как только мы пойдем на нее, через время вступится все НАТО. И нам придется вот со всеми этими странами сражаться. Учитывая нашу небольшую армию, также ограниченное количество рекрутов, которые уменьшаются. Это будет тяжелой задачей. Но я постараюсь выстоять и, возможно, даже одержать победу. Если что, то тут два направления есть. При победе, свое продолжение небольшое древо. И при проигрыше, если что, есть тоже древо. Притом, в какой-то степени даже интереснее и больше. Но я все же буду надеяться на победу. А там уже будь что будет. Погнали. Расширять нашу армию. Делать новые дивизии. Я как раз зарезервировал здесь рекрутов как можно больше. Потому что рекруты, которые уже обучаются, из резерва у нас не исчезнут. Поэтому делаем максимальный призыв, пока есть на это возможность. Все. Ноль рекрутов. Никто не хочет служить. Но немножко мы управляем эту ситуацию тем, что пропаганда поколения русских патриотов. Еженедельно будем по 500 человек хотя бы отсюда получать. Также развитие армии увеличивать. Вдобавок к этому по фокусу мы получаем развитие армии как и прирост, так и просто как показатель. И такими темпами наша армия должна улучшиться. Я надеюсь, что мы хотя бы доукомпетентные когорты дойдем перед конфликтом. В идеале, конечно, бои в бригаду экспертов или даже выше. А то на 15% сейчас наша армия слабее. Это чисто по атаке. Еще защиту возьмите, еще организацию уменьшенную. Тяжеловато нам сражаться. Армия у нас явно далеко не сильная. Если судить по всем тем модификаторам, которые у нас есть. Ну а давайте. Превосходство логистики у нас открывается. Дополнительное улучшение, эффективность снабжения и дальность снабжения. Это все благодаря реформам. Вот здесь вот видите, открыто новое решение, новое решение. Здесь мы его как раз получили. Еще и тут скоро массовую механизацию получим. Во всю будем развивать технику. А людей где-нибудь придется найти. И вы уже успели заценить анонс нового DLC? Там обещают масштабную переработку ряда европейских стран и механик. Выглядят прям сочно. Но вот незадача. В стиме сейчас купить DLC очень сложно. Что же делать? А все просто. Заходите на Gigi Sale. Там вы можете пополнить свой баланс стима всего в два клика. Используй специальный раздел с прямым пополнением всего под 5%. Чтоб на него попасть, перейдите по ссылке в описании ролика. Это реально выгодное предложение, так что не медлите. Сам же процесс пополнения прост. Указываешь логин стима, нужную сумму и оплачиваешь. Все быстро и безопасно. Ведь Gigi Sale не просто магазин, а торговая площадка, где у продавца и покупателя есть связь, возможность оценить отзывы и без проблем купить именно тот товар, который вам нужен. Еще из приятного у них идет розыгрыш. Вам лишь надо пройти простую регистрацию, выполнить ряд заданий и дождаться результатов. Помимо сказанного выше, на сайте есть огромный ассортимент товаров, популярные игры, даже те, которые недоступны в стим для пользователей РФ, различные подписки на PS, Xbox, Discord, лицензии программ вроде винды и фотошопа. А также есть возможность получить доступ к другим сервисам, ушедшим из России, вроде чат GPT, Ape Store и PS Store. При том, при покупке на сайте существует система безопасности, которая дожидается подтверждения получения товара и только потом отправляет средства продавцу, так что вам не стоит переживать. Надеюсь, знакомство с Gigi Sale вас порадовало, так что не ждите и переходите по ссылке в описании и радуйте себя новыми покупками. Мне под прошлым роликом в комментариях писали, что нет смысла исследовать новые модели танков, их типа вроде как не произвести. Нет, их можно произвести. Смотрите, я четвертое поколение себе открыл и шаблон сделал именно четвертое поколение. Суть в том, чтобы сохранить этот шаблон, вам надо вот эти вот все особые возможности обязательно использовать. Даже если вы не хотите что-то ставить и делать цену танка дороже, вам надо все варианты здесь проставить. И только после этого вы сможете сохранить шаблон и потом его производить. Я, если что, создал вот такую вот модельку на 103 брони, долю пехоты, бронебойность хорошая. По сравнению с тем танком, который у нас, он реально хорош. Но и стоит, правда, 17 единиц. По ресурсам не проблема, а вот именно по затратности на производство, ну что ж поделать. Такова цена, давайте производить. Ура! В октябре 2024-го первые регионы доступны для национализации. Азербайджан, Армения, Грузия. Принимаем их к себе и делаем полностью национальными. И новые решения в армии открываются. Досрочный выпуск курсантов. Мы получим стоимость командиров дешевле, инициативу лучше и доктрину скидочка. А здесь можем построить новые военные училища. Правда, ресурсов нам для этого недостаточно, но это позволит увеличить опыт армии, время подготовки снизить и военное развитие добавить. Ой, и кстати, зацените новое решение, которое у нас есть, переименовать Алматы в Жириновск. Добавится там 5 победных очков, подчинения чуть меньше, но новая столица в честь Жириновского. Хотя приятнее всего сейчас временная шестая ячейка исследований. Да, у нас их сейчас стабильно 5, но сейчас вот этим фокусом на год мы получим еще одну ячейку исследований и новое решение. Я решил, что мы выйдем начать производство Алматы. По большей части эти фокусы идентичны, зато и лишь разница, что здесь тебе дают всего 2 военных завода, в то время как здесь тебе их дают 4. Поэтому возьмем там, где побольше. Новая миссия в реформах армии. Это ввести в строй адмирала Кузнецова. Сможем себе корабль получить. И расширить производство БПЛА. О, смотрите-ка. Шурика себе забираем. Все, у нас свой уникальный агент. Из прошлого попал в будущее и помогает теперь Жиреновскому. Вот поистине пути неисповедимы. Поздравляю всех нас с тем, что у нас новая российская армия. Фокус выполнен до конца. Нам теперь надо небольшие реформы здесь с флотом провести и с авиацией. Но я пока с этим чуть-чуть повременю. Так как сейчас как раз исследую самолеты, чтобы их тоже начать производить. А так могу вам показать максимальный модификатор улучшения нашей армии. Смотрите-ка, атака, защита плюс 17,5%. По сути, не чувствуем теперь вот этих вот минусов, которые тут есть. Но, правда, расплачиваемся тем, что у нас меньше народа. Но лучше организация, скорость восстановления, планирование. И самое интересное, что нам дали, военную мобилизацию по этому фокусу. А это нам позволяет взять расширенный призыв и хотя бы пол процента военной обязанности населения сейчас получить. А уже в случае конфликта сможем приподнять до 4% и получить еще больше войск. Так что солдаты будут, можно не переживать. В это время в Америке веселье творится. Смотрите-ка, Байдена все забрали. Со всех сторон поджимают. Ушел в такой тяжелый момент. Здесь продвигается американская народная освободительная армия. Штат Техас скоро будет тоже зажат со всех сторон. Патриотический фронт до сих пор живет. Между прочим, даже с своими фокусами. Ну а в самом плохом положении, да, реально Байден. Потом идет Трамп. А уже у других, вроде бы изначально слабых стран, вполне себе неплохие шансы на победу есть. Хотя меня больше радует, как вот это вот доступно. Западная Виргиния под контролем. И до сих пор держится. Вау. Мда. Весьма интересно. Они тут распределились. Иначе и не назовешь. У соседа свое веселье. Иран вмешивается в Ирак. У них тут и так гражданка шла. И они решили навести свой порядок. Ну а что, молодцы. Вовремя. А у нас тут социальное оздоровление. Да. За здоровое тело. За здоровый дух. Ну и давайте теперь еще и наследие Белой Гвардии сделаем. Опять же, получим атаку, защиту. Укрепим нашу армию. Хотя, подожди, укрепим нашу армию. Давайте немножко промышленности. И учитывая, что у нас доктрина упирает на армию, я предлагаю взять стратократов. Да, у нас пострадает фактор ценности бизнеса. Но делать нечего. Нам надо расширять промышленность ВПК, чтобы все вот это вот произвести. А то у нас сейчас недостаток производства. Байден пал. Теперь у нас патриотический фронт вместе с дивизией. Здесь еще Трамп держится. Ну и народная освободительная армия. Три великих альянса пытаются решить, кто победит. А я, пожалуй, должен был сделать это пораньше, но... Не хотят, да? Не хотят аташе принимать. О, ничего себе, декабрь 2025 года и русско-японский мирный договор. Наконец-то, спустя столько времени. На удивление, да. Кстати, азиатский альянс, смотри, против Китая разрастается. Сюда Индия вошла. И Вьетнам. Хотя вот это странно. Вьетнам выступает против Китая. Хех. Ну да ладно. Немножко не поделили здесь свои сферы влияния. Да, видишь, почти все основные страны Азии уже распределились по альянсам. А тут то есть сопротивление победило почти. Они сделали вассала. И Иран будет контролировать немалую часть земель. Притом, благодаря, кстати, взаимоотношения с Японией, мы теперь можем... Смотри-ка, что делать. Мы на время им дадим право на ресурсы. Но зато за 100 дней они нам построят две фабрики. Тут военный завод, тут еще фабрику. Деньги добавят. Прирост денег, фактор бизнеса. Экономику можем в целом открыть дверь для ОДТО. Воу, а это неплохо. Кооперацию даже прописать. Неожиданная дружба с Японией. Ну что ж, я согласен. Давай. Экономическая кооперация, хорошие бонусы. Давайте налаживать торговлю с Азией. Правда, я удивлен, что с Китаем никаких взаимоотношений нет. Ну да ладно, поменяли его на Японию. Смотрите-ка, все. Американская народная освободительная армия. Остался только патриотический фронт. И тут чуть-чуть земель. Все, победят скоро. Второй Ленин, смотри-ка, смог захватить всю Америку. Ну что ж, поздравим его с этой победой. А мы с вами наращиваем промышленность. Уже 102 военных завода. Армия почти в 600 тысяч. Производство по полной идет. Сейчас беру последние фокусы, чтобы окончательно укрепить нашу армию. Кооперацию с Японией на максимум начал. И после этого уже с вами пойдем к битве. Уже пора. Я даже авиацию размещаю, готовлю ее. Как раз тренирую, чтобы у них не было дебафов. А то тут, если авиация вообще не обученная, вот эти вот минуса в 30%. То есть на 30% меньше атака, маневренность, обороны, штрафы огромны. Поэтому тренировать авиацию очень и очень важно. Не забывайте. Постройку западных авиабаз открыл. И нам это добавляет авиабазы в Белгородской области, в Курске, в Брянске. Давай. Я как раз вот эту подведку сейчас беру. Притом авиацию я произвожу по 3 самолета в день. С шаблоном вот таким. Вот не знаю, хороший он или нет. Но на воздушную атаку немножко обороны взял. Маневренность неплохая, стоит, конечно, недешево. Притом, учитывайте, что 46 цена это сейчас. Пока у нас наращивание флота действует, а так он 60 с небольшим стоит. Мы активно производим, чтобы у нас была наша авиация. Могли небо защищать. Даем также Жириновскому титул Верховного Правителя. Абсолютная власть. И этот шаг вызвал смешанное чувство среди населения. Да, политической власти больше, но стабильность в народе чуть-чуть так страдает. Не все довольны этому решению. Но, что поделать, мы окончательно укрепляем свою власть. Давайте еще обязанность Росгвардии сейчас сделаем. Новых генералов, новое решение также получим. Я все-таки хочу все фокусы подготовить, чтобы потом уже спокойно выбиться в финальную атаку. Ну а здесь все. А подожди, что? Слухи об украинском наступлении на Донбассе? Как? Воу. А вот это быстро. Ну ладно. Если что, придется на опережение действовать. Академическое улучшение здесь. У нас, если что, и армия тоже разово улучшилась. Скоро промышленность улучшится. Ну а здесь уже критически мыслящие люди. Скоро до интеллектуального общества дойдем. Ладно, раз они уже готовятся к конфликту, то давайте армию тоже свою размещать. Здесь я разместил армию Шойгу. Но тут против него армия просто жесть какая. Я понадеюсь на укрепы. Второго уровня, хотя может быть даже стоит и третий уровень сделать, давай-ка. На всякий случай. Ну и основной удар, конечно, будем страдотачивать здесь. После того, как победим, надо армию еще будет сюда отвезти. Армия нужна будет на Прибалтику. Ух. Ну ладно, ничего. У нас еще готовится 16 дивизий. Надеюсь, хватит. О, и благодаря тому, что он стал верховным правителем, мы теперь можем пропаганду сделать. И после этой пропаганды он получит модификатор верховного правителя, стапку, поддержку, стабильность недели, еще развитие общества, давай. Стабильность сейчас надо подправить, потому что начнет скоро конфликт, она нам нужна на высоком значении. Тут у нас растущая роль Росгвардии нам предлагает новую опричненную сделать. Но чё-то как-то уж сильно издеваться над народом, стапку уменьшать исследования, не-не-не-не-не, просто работайте, все. Новые генералы этого хватит. Вот, смотрите, сейчас за магией, которая произойдет через несколько дней. Бамс, все. Теперь это Жириновск. Ну, а мы сами подняли стабильность аж до 85%. Правда, сейчас взяли время нужды, которое эта стабильность чуть подрезала. Но зато получили больше поддержки, больше производства и избавились немножко от инфляции. Все. У нас уже почти не остается фокусов. Пора распределять армию сейчас и выходить на время. Пришло новое решение, которые подведут нас к финальной битве. Немножко международного влияния. Давайте пригласим Сирию в договор о многовекторном сотрудничестве и также Саудовскую Аравию. В итоге потом сможем вместе с ними развиваться. Да и заодно этим странам тоже свою поддержку окажем. Все. Время пришло. Давайте. 300 фабрик. Армия в 700 тысяч. Еще немножко готовятся. И мы берем фокус. Армию сейчас выставим на границу. И нашей целью, конечно же, будет как можно быстрее здесь пробиться и одержать победу. Небольшая оборона тут. Оборона здесь. Также у нас оборона здесь идет на границах с Норвегией. Ну и тут я на самом деле рискую. Размещаю армию лишь так. Но что поделать. Я, наверное, сейчас немножко по единичке их оставлю. Еще и тут тоже армию сделаю. Чтоб чисто Прибалтику сдержать. Сначала выкинем основного противника там, где много дивизий. А потом уже начнем разбираться с другими. Основной шаблон, на который я упирал, вот этот вот. Добавил сюда еще роту связи. Ремонтную роту. Дорого. Но вроде как дивизия хорошая. Я надеюсь, сможем с помощью нее показать свою силу. И еще 12 дивизий на будущее готовлю, чтобы поддержать. В случае чего, где-нибудь на фронте. А, и подожди. Китая предлагает построить в Москве центры мысли Сизиньпиня. О, спасибо. Небольшая такая поддержечка. Россия признает республики Донбасса. 12 марта 2027 года грядет война. Они теперь с нами в Альянсе. Флаг, кстати, смотри, под нашу тематику. И мы можем теперь наращивать донецкие силы. Пятую колонну делать. Странных как раз. При Балтике. Провести военные учения. Но нам особо смысла от этого нет. Но давай сделаем. Дело в том, что доктрины все закрыты. И теперь нам надо в конфликт. Где Жириновский может сам стать фельдмаршалом. Вау. Ну что ж, это даже звучит интересно. Но армия готова. Сейчас как раз пока берем следующий фокус. На перейти Рубикон. У нас подготовится еще вот эта армия до 40%. И я смогу закрыть здесь участки. Чтобы все основные территории у нас были под оборону. Я пока не знаю, правда, что сделать с Калининградом. Боюсь, что здесь слишком большой толпой нас выдавят. Поэтому, скорее всего, просто будем действовать сами. На опережение. Пока они забирают здесь, мы заберем Прибалтику. И в это же время. Красный рассвет. Революция. Это локомотивы истории. Все. Союз Американских Народных Советских Республик победил. Снова в деле. И они могут теперь дальше двигаться, восстанавливаться как раз. Фермерство. Военно-промышленный комплекс делать. И они могут попроситься в НАТО. Либо же в ОДТО. Ух. Ну, надеюсь, до того момента, как они захотят в НАТО, мы уже разберемся. И вообще им логично уже не в НАТО тогда, а с Китаем объединяться. Поверим в их логичность. Начинается. Так точно. Разблокирует новые фокусы. Начало СВО. И у нас пошла атака. Срай уже на всем фронте. Уверенно врываемся. Армия себя показывает хорошо. По поводу новых фокусов. Что это такое? А, вот она. На поддержку войны минус тапка. Можем сохранить. Можем операцию русский гром сделать Армагеддон. Бонусы дополнительные. И восстановить имперский фронтир. Ну, давай. Восстановим. Новые фокусы все-таки не просто так здесь существуют. А в это время вперед, 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 вперед. На прорыв. Пока мы сражаемся один на один, я думаю, самое время, как можно больше территорий успеть под себя подсобирать. Правда, в это время против нас эмбарго водят. Давайте еще Жириновского, кстати, фельдмаршалом. Мы ж хотели посмотреть, что он из себя представляет. Ну, и давай четыре бригады здесь тоже сформируем. Все интересные механики. Надо заценить. Здесь давай в Львов. Наращивание вооруженных сил на границе. Да ладно. Вы только поняли. И памятник разрушаем. Все. Уже до Харькова здесь добрались. Всех сильнее нас держат на подступах к Киеву. Давай-ка чуть-чуть пока армию приостановим. Но при всем при этом так-то уверенно зашли. Так, распутица теперь влетела. Ой-ой-ой-ой-ой. Скорость дивизии. Потеря от истощения. Атака дивизии. Да вы издеваетесь. Серьезно. А что, как мало-то дебафов? Давай больше. Не, ну больше. Ну мы же это, слишком легко рвемся вперед, да, я думаю. Ладно. И перестрелки на польско-белорусской границе. НАТО вмешивается. Все. Началось. Но, к счастью, мы здесь котлы успели сделать. Так. И они теперь официально в НАТО. Все. Не дали нам здесь окончательно победить. Заступились. По фокусам у нас что-нибудь открылось. Да. Операция Врангель теперь есть. Ну давайте. Если что, за время конфликта, который у нас идет сейчас, мы потеряли 149 человек на 34. Больше, чем наполовину капнули. Но они до 10% держатся. Поэтому не думайте, что все легко и просто. Ну а здесь вроде ситуация пока не такая уж и плохая. Оборона более-менее держится. Не визит. Раз-два, раз-два. Все. Нормально. ОБС опять вылететь решил. И ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче. Летом я немножко прорвался в Прибалтику. Вот чисто вот этой вот армией. У нас очень хорошая сейчас потеря у противника. У нас же в это время все нормально. Здесь котел каким-то образом вышел. Я вот, конечно, не понимаю, что они здесь сотворили. И каким это образом вообще работает. Ладно, давай в атаку вновь. Надо вот эту армию спасти. Не очень хорошо, что они здесь закрыты. За это время мы уверенно прорываемся здесь. Выполнили, если что, миссию на контроль как раз Таллина и Риги. И по фокусам нам заменилось то древо. Открылась теперь только операция Врангель. Но в ней особого смысла нет, потому что усталость у нас не растет. С Малороссией нам сражаться тоже смысла нет. Она под нашим контролем. Это наш вассал Золотовым. И эти земли нам отдались. Правда, я их занационализировать нигде не могу. И посмотрите, Одесса, Рига, Вильнюс. Нам теперь надо Бухарест, Краков забрать. И потом к основным целям к Будапешту, к Варшаве. И получается, это будет победа. Вот так вот неожиданно мы сможем одержать здесь верх. Переоформил немножко армию. Тоже под генерала отправил. Ну и посмотрите, какой уверенный прорыв. Давайте на тот берег. К Даньску поближе. Здесь тоже давай вперед на прорыв. Ранение, к сожалению, генерала получают. Но с этим ничего не поделать здесь. Давай котел, подожди. Не-не-не, не будем его атаковать. Мы в котел лучшего возьмем. Да. И теперь полностью закроем. И здесь, ох, посмотрите сюда. Ну-ка, не атакуйте, не атакуйте эту армию. Давайте вот сюда вот. Все. Еще смотри, какой котел организован. Все, уничтожен. 422 тысячи. Армия до сих пор в 400 дивизии. Просто... Что? Как? Ё-моё. На автоплан здесь надеяться, видимо, вообще не стоит. Посмотрите, что они сотворили. Это как вообще вышло? Это когда? Это каким образом у вас получилось? Я, конечно, что-то не понимаю. Ну-ну-ну-ну ладно. Ой, жесть, они сотворили. Хорошо. Будем считать это... Плохим командованием. Под моим управлением. Потому что вот это вот в котле, и это будет уничтожено, к сожалению. Здесь ничего не поделать. Очень неприятная территория. Очень неприятная ситуация. Мда. Армия у нас тут потеряется слегка. Ну ладно, в это время хотя бы одна радость. Мы сейчас Польшу должны капитулировать. Она здесь не особо держится. Или она уже капитулировала? Подожди, что-то не вижу как-то ивента о капитуляции Польши. Я уже до Германии, если что, дошел. Просто немного странно. Ну да, Бухарест Будапешт нам нужен. Ну, здесь борьба вроде как идет. Но тут такие мелкие территории, что не очень удобно. И мир с Польшей. Да. Польша с миром. Простите. А как я теперь должен сражаться? Моей армией буквально. В буквальном смысле просто закрыты. То есть мне вот отдали польское государство здесь. А вот эта армия, что я с ней сделаю? Она теперь в котле. Логичный мир. Ничего не скажешь. Права на проход они, естественно, не дают. И что я должен делать? Еще мирная конференция. Все. А, это Великая Победа. Ну, ну, а почему Румынию не дали? Или это из-за того, что я не успел Румынию с Венгрией забрать, мне их поделить не дали? Но в итоге вот он мир. Кстати, даже наши войска в котлах выжили. Не все, конечно, но мы потеряли не так уж и много. Все, 1 августа 2027-го мы получаем здесь Мазурио. Получаем Прибалтийский край и польское государство. Армию противников мы урезали, но нам не дали прям все-все армии, к сожалению, уничтожить. Здесь дали мир и все. Теперь у нас Жириновский победоносец, смотрите-ка. И новое древо Великой Победы, а дальше смерть лидера. То есть Жириновский Победу, да, не переживет. Потом установление Гегемония. И дальше можно Возрождение Священного Союза сделать. Получить несколько бонусов и оплотов. И здесь. Все, получается, дальше древо особо не сделано. Мы одержали Победу, конечно, небольшие потери есть, а то тут неприятные в котлах. А так мы могли бы все нато прорвать. Я не знаю, почему Скриптовый мир, учитывая, что у нас еще с вами даже усталость от войны до первого уровня не дошла. Ну а теперь мы, да, можем вкладываться и национализировать эти территории. То есть все это нашим национальным может стать. Вот с помощью этого решения постепенно набирая, набирая, набирая поддержку. Ну а за сам конфликт мы немножко, конечно, потеряли танков, но по всем остальным ресурсам только в плюс, поэтому могли бы дальше, дальше и дальше продолжать битву. Но ее закончили. И в итоге эта победа получается. Дальше, видимо, древа нет. Я единственное слышал, что вроде как потом еще будет одно нападение со стороны немцев, которые как раз из-за поражения пойдут в Новый Октябрь, в штурм Рейхстага, конец либерализма как раз из-за поражения, и потом заново на нас битвы пойдут. Но учитывая, что силы уменьшены, я думаю, нет смысла говорить о том, что победить у них шансов нет. Вы видите, да? Битва за Краков, истощение мира в Европе, и Россия одержала победу, да. Все. Николай Второй, аж и слава России. Мы урезали с вами НАТО, правда странно, что никакое влияние на вот эти вот страны, они просто вышли. Получается, как буфер своеобразный, с нестабильным правительством и то и только. Слишком уж у нас был хороший прорыв, чтобы так дешево мириться. Но ладно. Будем считать, что это мировое влияние, хотя меня всех больше удивляет, что победители в Европейской войне, минус поддержка, скорость строительства, объем производства, максимальное количество добровольческих дивизий, а с какой стати-то? Мы малой кровью победили. У нас еще даже до сих пор бонусы не закончились на операцию Врангель, то есть мы раньше, чем даже эти бонусы закончили, все сделали. А все равно печально, я вам скажу, печально. Но вот такой вот у нас с вами финал. Надеюсь, вам понравилось, было по-своему весело и интересно. Прокачали государство и сделали его сильным и непобедимым. Ставьте лайки, оставляйте комменты, и может быть, если хотите, чтобы я сыграл за другие страны или другие направления, то дайте знать об этом в комментах. А на этом все, до скорых встреч. А, ну думаю, под финалочку вот эту вот миссию надо показать, да. Жириновский умер. Путь ведущий к победе был жестоким, долгим испытанием, да нет. Но он выдержал это время, и у нас теперь ослабление популярности партии. Минус поддержка, минус тапка, минус политка, покойся с миром, наш дорогой лидер. Василий Власов на время у руля. И да, и дальше просто эти фокусы. То есть здесь ничего особого, я думал, мало ли что-то откроется, решил чуть продолжить. Нам, кстати, вот влияние здесь дали. Ну и да, ослабление вместе с победителями в Европейской войне. Следом у нас еще почтение памяти героев. Посмотри, получают бонусы. Правда, длительность перевода больше, но зато модификаторы у всех, кто сражался, хорошие. То есть цепочка ивентов даже после еще есть. А, ну и фокусы тоже есть. Смотри, комната дебатов. Во, все-таки раскрывается. Его видно начисто финансировать усилия по восстановлению. Молодежи. Жириновский наш отец. Усиляем дебольшевизацию. Новую идентичность берем. И да здравствует империя. То есть фокусы здесь еще появляются. Может быть тогда стоит продолжить, я не знаю. Дайте знать, много ли здесь фокусов. Может быть измеет смысл их все закончить. И тут еще что-нибудь будет. Оказывается, они все-таки постепенно открываются. Здесь даже видишь восстановление экономическое тоже есть. Инициатива новая. Страна-то продолжает жить.